здравствуйте все кто постоянный все кто в гостях друзья и гости столицы всем привет а также тем кто с нами душой а не телом и тогда мы не будем не будем ничего выдумывать не будем долго тянуть и никого ждать коронавирус коронавирус а мы не будем про корону мы будем просто про иммунитет да почему поражает всех все все знают потому что люди пожилые иммунитет расслаблен да я сейчас так мы как пойдем сегодня мы в основном будем заниматься практиками а пока я покажу как нам напомню то что мы знаем далее расскажу о том что я уже узнал вот и мы попробуем несколько точек на руке на локте одну точку на тему того как нам расслабить поясницу и шею шею с головой да вот а теперь а теперь так я включу сначала я сделаю не так как обычно я занимаюсь расслаблением а включу йога не друг она короткая относительно но вы хорошенько расслабитесь после того как вы расслабитесь мы пойдем дальше подходит такой момент или что-то поговорить может быть есть вопросы которые были прошлую среду которая была в пятницу может быть и так если это если эти вопросы есть тогда по йога не 2 одевать наушники можно одевать наушники можно не одевать главное чтобы слышать голос ведущего еще следующая ситуация предполагается что по ее по прошу прощения пошла сани йога нидра у нас была в прошлый прошлую субботу у вас есть записи все это прекрасно вы уже ее знаете делаете все отлично шавас она обычно делается после окончания после того как пройдут занятия да то есть от занимались йоги обязательно шавасана чтобы уравновесить кровь там потоки все остальное и чтобы у нас не мне болела голова я же сейчас включаю поскольку уже конец дня чтобы вы расслабились и восприняли эту информацию которую буду давать спокойно ровненько и чтобы она вошла в том в том виде в которую вам нужен и не больше не меньше поэтому предполагается я немножко такую предполагается что мы ложимся поза по сути поза мертвого человека ша в асане до шавасана вот если ложится мы сейчас не можем мы сядем кресло так чтобы можно было просто хорошенько расслабиться до желательно если голова будет на восток или на север но так тут как получится если вы готовы у меня планы как всегда много поэтому успеть мы должны все за эти вот за это вот время если готовы то давайте поедем я тогда пропадаю с экрана еще момент там будут паузы мы помним с вами что там где там где мое внимание там и я да то есть вы идете за ведущим если есть пауза то это ничего не случилось без паники ситуация в том что просто это пауза и мы дойдем до того пока человек с вами не просится как только он простится значит я появляюсь и мы начинаем работать дальше подходит ну если понравится вам эта практика я его конечно выложу в группу в скайпе она там будет начинаем плюсик поставьте будьте любезны то реакция начинаем я пропадаю а вы начинаете слушать вот это то что я обычно делаю то что я обычно делаю в конце да то мы с вами сделали сейчас почему время такое сложно поэтому я так решил я думаю что от этого не хуже какие у вас впечатления а и ложечку сахара туда же вкусно нормально при этом убирается кофе кроме того что выделяет адреналин еще и убирает тестостерон если женщинам это как бы не так то мужчинам это важно если они хотят быть мужчинами идем дальше четвертый способ короткая медитация и и вам сейчас дал эта медитация не длинная это расслабление и я думаю что можно просто сесть и и так слегка продремать мы с вами помним опять же семь часов после пробуждения до проснулись поставили таймер на семь часов семь часов всех отослали вдаль светлую пусть они пока походят где-то в укромном месте сели и минут на двадцать просто подремали чтобы не заснуть можно взять что-то в руку чтобы упала да как там берет говорят сапля стоя на одной ноге потому и стоит чтобы не то самое не заснуть и так далее но взять что-то чтобы она чтобы проснуться до чтобы не превратилась это все есту наша задача сейчас как я уже говорил в пятницу в среду которая плавно перешла на пятницу что нам и это кстати видео до следующей среды будет что нам с вами надо сохранять спокойствие не попадать в панику это самое главное пятый способ в болгарии мы сейчас не попадем а там страна где триста пятьдесят дней солнечных на удивление вот яркий свет другими словами свет должен быть желтоватый для тех кто в теме это 2700 кельвинов вот мы поскольку я занимался этой штукой это вот тот такой вот такой вот это я для чтения включаю а вообще-то свет вот желтоватый тогда организм от него очень приятно если есть солнце в москве говорят вообще за зиму было 17 часов солнца поэтому поэтому вот такой вот и еще 6 способ дыхательные практики если готовы поехали мы сделаем квадратную квадратное дыхание в чем смысл одни говорят задержите дыхание чтобы выше выделился выделилась углекислота другие говорят вдохните побольше чтобы нужен был кислород и в голове у человека создается как там говорят когнитивный диссонанс то есть путаница да а путаница убрать путаницу просто кислород когда входит в кровь то крови нужно углекислота да вот и все без кислорода углекислоты будет меньше там должна быть цифра 40 когда сдает сдавать на анализы то если меньше то надо уже озаботиться вот 40 я не знаю чего но там вот у меня в голове засело что 40 и поэтому я как бы про это и рассказал значит мы должны квадратное дыхание мы что взяли кислород задержали выдохнули задержали да мы не будем 4 минуты делать а сколько да поделаем пока не устанем следим за моей рукой и начинаем вдыхание выдыхаем через нос выдыхаем через рот это еще когда мы вдыхаем язычок прилипает к небу когда мы выдыхаем через рот язычок отлипает от неба и это у нас называется еще анодно-катодное дыхание все я вам напоминаю а вы все запоминаете да поехали итак вдох по квадрату я двигаю все понятно да вдох задержка опустился и поехали считаем везде до 4 до комфортно это четыре минуты и вот эти вот раз два три четыре я уже приблизительно знаю мы с вами потренировались сколько сколько мы держим поэтому здесь опять все делаем и без фанатизма да поехали задержали выдохнули задержали вдохнули задержали выдохнули выдохнули талия молча держим задержали в задержали выгляд вы карт под Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наверное, я остановлюсь, а то выходить не хочется, да? И выдох. Кто уже много это делает, это вот уже входит в привычку, выходить из этого не хочется. Следующее. Про воду. Воду мы с вами знаем, что есть, внутренная вода, и мы про воду много-много-много-много говорили. Уже, по-моему, проговорили все. Крайний был разговор. Я не знаю, может быть, еще что дедушке дадут. Это был у меня рассказ про воду талую, да? Кто-то делает талую воду, должны были уже ощутить вкус совсем другой, да? А если ее еще раз морозить под какую-то приятную музыку, то совсем вкус уже будет и третий. Внутренная вода. Практика. Видели выступающих, которые берут и ручки ставят вот так. Кургинян, например, общеизвестный. Многие люди, и они вот ручки ставят вот так. Давайте поставим ручки, опустим их. Ну, вы опустите, я буду держать, чтобы вам было видно. И вот так вот посидим. Просто посидим, помолчим. Минутку одну. Мы посидим с вами до ощущения... У меня это быстро получается, вас подождем. Посидим до ощущения пульсации там, где пальчики касаются друг друга, да? А потом появится ощущение, что руки не захочется разрывать, да? И это я так напоминаю, чтобы все... Вот так меня видно. Ну, тоже выходить не хочется. Но надо, да? Потерли ручки, стряхнули. Нам сегодня понадобятся ваши кисти рук. И вот это место посредине мы будем заниматься. Это я так, чтобы вы пока подготовились так немножечко. А я вам расскажу еще вот о чем. Чтобы вспомнить... Я, собственно, был на этой неделе с понедельника по четверг немножко занят. А потом все-таки успел написать на свою страницу в интернете. Во всех я делаю одинаково. Мало ли кто куда заходит. Хотя разница между группой Суперстар в Фейсбуке и в этом самом... В ВКонтакте разные, в общем-то, разные... Немножко бывает разная информация. Вот горло першит, потому что выпил недавно совсем вот эту вот воду, которую с перекисью. И поэтому чуть-чуть вот как-то ощущение такое... Значит, мы берем полстаканчика, 100-150 грамм водички. Я напомню. И немножко капаем туда. Можно начать с каплей, дойти там до 10 капель. Вот поскольку уже я так капаю на глаз, как говорится, потому что привык. Зачем? Нынешние все вирусы, которые были до этого, вот эти гриппы всякие, да, они начинали как бы попадая в организм, реакция шла такая. Некоторые рассказывают, что вирус попадал в легкие. Это все... Не буду я с ни с кем спорить. Вирус попадает в ДНК. И если хотите, я не вирусолог. Найдите, зайдите на сайты, где есть настоящие вирусологи. Вот я сейчас, у меня есть беседа минут 40-48, если у кого ее нету, с хорошим доктором. Это было где-то четверг, наверное, выступление. Я ее выложу в группу, почитайте, посмотрите. По сути, я не собираюсь комментировать, но как я понимаю, если реакция шла на те вирусы, которые попадали сверху, сопли и все остальное, и потом уже было легкое воспаление, получалось. То теперь начинается сначала, вирус попадает в организм, мы его не замечаем, начинается снизу с легких, потом идет сухой кашель, а потом легкие до того воспалены, что уменьшается. А легкие же кровь уносят, самая главная задача легких. Причем у нас два часа работает одно легкое, два часа другое. Это тоже понятные вещи. То есть у нас органы, которые попарные, они дают друг другу еще передохнуть, потому что нагрузка большая. И тогда получается в кровь, в кровь попадает, кислород попадает в кровь. Через чего? Посредством, при помощи легких. Это их функция. Когда они забиты, то в крови мало кислорода. И вот чтобы его добавить, мы перекис добавили, выпили, и уже через желудок у нас, да, и пить это надо за какое-то время до еды, чтобы желудок был более-менее чистым. С утра выпить до еды, это вообще самый супер, да. И у нас вот этих хватает, ну, хватает, не хватает, но большая помощь легким идет для введения, для того, чтобы мы ввели кислород в легкие. Да, а там дальше пошла уже своя реакция и так далее, и так далее, и так далее. Это надо пить во все, когда организм ослаблен, во все вот эти переходные периоды и прочее, прочее, прочее. То есть рассказал, да, 150 грамм, 100-150 грамм воды, а то сейчас вот капнули перекись, и это дешево. Есть еще лекарства, которые, это все про иммунитет, это не столько лекарств, сколько биодобавка, вот такое. Потом я еще разработку. У нас очень хороший центр под Новосибирском, в городе Набуков-Кука. Я не буду сейчас говорить, чтобы не спутать. Об этом рассказывает профессор Жданов, он давнишний, у меня видео есть, я его выкладывал. Можете опять зайти на страницу, посмотреть. Смысл в том, что они работали над антидотом, то есть у военных есть такая коробочка, когда война, ну, в смысле, когда куда-то на боевые, прошу прощения, когда на боевые действия куда-то едут, то есть коробочка, так называемый антидот. Порошок, сыпай мне, выпей и не задумывайся. Он и после ядерного взрыва, и после всего, там на всякий случай написано, что куда и после. И после чего это делать. Да, и вот почему у нас уже шесть противоядий. Я не буду называть это вакциной, потому что никто не понимает, вирус живой или не живой. Но это опять мое мнение. Мнение не мое, а мнение то, которое я слышал у серьезных людей, с которыми я общался. Вот. Ну, а про сам вирус вы почитаете, есть специальный сайт. В России создан сайт, который, причем там stopcoronavirus.ru, по-моему, так он называется. Да, я его выкладывал тоже. Можете зайти, посмотреть статистику и все, и все, и все. Что по этому вирусу? Когда приедет последний человек из, например, Италии, и пройдет 14 дней, то есть, по сути, вот сейчас всех людей завезут в Россию, например, да, и только после 14 дней мы поймем пик, который, пик всего этого безобразия, который вот это появилось. Причем уже наш министр обороны Сергей Кожухетович Шойгу уже сделал заявление, не знаю, наверное, и все его слышали, о том, что это бактериологическая война. И та сказка, которую даже уважаемый человек Караулов рассказывает про летучую мышь, что это проводили китайцы в лаборатории, там чего-то вылетела летучая мышь, а китайцы по дороге, пока она летела, ее схватили и сели. Я почему так смеюсь? Потому что, ну, дурь, в чем смысл? На развал России дадено 70 миллиардов долларов в этот год, в прошлом было 17, то есть, это 70 тысяч миллионеров, может быть, представляете? И все побежали сейчас за этими миллионами. Не факт, что они успеют ими воспользоваться, потому что это вот скоро рухнет, это скоро год, скоро... До первого... Я прошу прощения, сейчас я выключу это дело. Вот. Когда? Базель 3 до 1 января. Я политику не буду, но так все равно придется за это зацепиться, потому что куда без нее денешься. Другими словами, выработан... Почему страны закрылись? Потому что выработан на каждую страну под геном их жителей. Вот почему, собственно, я поначалу тоже смеялся-смеялся, а потом, когда Путин сказал фразу, а он никогда ничего не говорит, просто так, он сказал фразу, что нужно ожидать... Развитие ситуации может идти по-любому. Поэтому, собственно, даже дядька Лукашенко, как батька Лукашенко, который смеялся-смеялся-смеялся, говорил, сальца отрежь, 150 грамм выпей, и станет тебе легче, и давай на трактор, и поши. Уже тут стало до него доходить. Почему? Страна маленькая, в смысле, по населению 10 миллионов людей. Это Москва меньше Москвы, да? Вот. Человек, извините, колхозник, прошу прощения. Хотя, конечно, наблатыкался в выступлениях. Да, информация работает, но доходит тяжелее. Я прошу прощения у белорусов за то, что я так сказал. Но шумаемо-тумаемо, как говорят на Украине. В Одессе, как говорят, да? Все, я от этого отошел. Итак, мы должны поддерживать иммунитет и поднимать свой иммунитет. Больше нам ничего не остается. Поэтому, вот у нас точка в основании большого пальца. Эта точка на всех атласах китайских обозначена как эндокрин. Там, если есть английское сочетание, там стоит иероглиф и перевод. Эндокрин. Точка в основании пальца. Эта точка, которая запускает, активирует работу всех наших желез. Если что-то где-то непонятно, ставьте, пожалуйста, плюсики-минусики. И можно писать. Я иногда заглядываю. Давайте мы эту точку помассируем. Говорят, что надо ее крутить по часовой стрелке в течение минутки-полутора. Давайте мы хотя бы, да, женщины всегда начинают с левой руки, мужчины всегда начинают с правой. Для того, чтобы мужчины были послушны, в армии сделано левой, левой, левой. И они тогда становятся послушными. Вот. Я знаю, потому что в армии я какое-то время служил. 22 года, 11 месяцев и 12 дней. Так написано было в приказе, я запомнил. Итак, я пока массирую, я от этого вам все рассказываю, потому что, а что ж зря это самое. Мы же не дышим, да, а можно поговорить. А вы давайте массируйте. При этом сильно вы давите, не сильно. Можно по этой точке похлопывать. Все, оно хорошо. Вот. Мы крутим, 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 крутим. Не обязательно до боли. Эта точка не болезненная обычно. Просто мы на нее давим, и какие-то там происходят параллели и меридианы, да, и все это двигается. Если мы чакры с вами изучили, то вот меридианы и точки мы начинаем с вами изучать. Это я уже так потихоньку вам... Хотя какие-то моменты я вам давал, и мы их пройдем. То, что наступнее. Я вам это дело расскажу, напомню, как делать утренний мацион, так называемый, по точкам. Покрутили. Теперь мужчины переходят на левую, а девушки на... Мальчики на правую, а девушки на левую. Так вот, мы переходим на левую, а девушки переходят на правую. Правое основание пальчика. Тут нет ничего такого. Берете своим большим пальцем, и тогда вы обязательно туда попадете, да. По часовой стрелке, если смотреть на вот, вот так, да. Мы активируем сейчас эндокринные железы. Вот. Обозначили. Можно взять карандашик, фломастер написать на руке. Эндокрин, запомнить. Потому что я сегодня дам... Хотя, с другой стороны, видео будет в скайпе 10 раз, можно повторить. Да тут и немного будет точек. Теперь, то, что я обещал рассказать. Все-таки у нас аккумуляторы, это наши с вами почки, да. Если ощущаете в почках какие-то моменты, да, а также для профилактики, а также, я не знаю, болит, не болит, начинаем с вот этой вот части. Вот здесь вот мы находим, как бы, такая, такой вот канавку такую, да. Подвигайте по ней. И в сторону, во внешнюю сторону мы будем смотреть. Она вот-вот-вот где-то вот здесь. Опять одну руку потрогали. Потрогали другую. Может быть, болезненная ситуация в одном месте более болезненна, в другом менее болезненна. И здесь мы будем двигать вот так. Найти вот это место, где оно болит, нажать, а потом начинать двигать. Мы нажимаем и держим до тех пор, пока боль не уходит. Если так тяжело, можно положить на стол и нажать вот так. И держать. То есть мы здесь довольно серьезно давим. Ощутили боль и держим. И под нашим давлением эта боль будет постепенно уходить. Процесс иногда длительный, иногда несколько минут. Вот. Я нашел, что у меня на левой руке больше болело, с нее и начал. Вот. Ну и не так, чтобы проломать, потому что там же все-таки и кости есть. Кости не надо трогать. Мы занимаемся теми местами, которые называются сухожилия, где-то там проходят. Вот это место нам надо. Теперь другую ручку прошли. Прожали это, рука у меня почему-то меньше. Значит, у меня почки, левая почка нагружена сегодня больше. Вот. Нажали, подержали. Отлично. Теперь, где у нас пальчик между средним и указательным. Вот у нас место. Здесь ямочка тоже будет. Вот она. Надо было мне, наверное, фломастером отметить, да? Вот. Продвигайте, найдите эту ямочку, пожалуйста. Встали в эту ямочку, и когда вы будете в нее давить, там тоже будет боль, и будет отдавать вот в эту точку. Когда вы будете, не бойтесь, давите по-настоящему. Вы так, организм так устроен, что сами себя вы не повредите. Можно положить на стол, и эту точку хорошенько продавить. До боли. Тоже какое-то время подержать ее. Надо было мне начать с простого упражнения, но теперь уж... Ладно. Теперь у вас вы ощутите, что позвоночник, поясница, и станет пояснице легче. И я, собственно, спрошу. Перешли на другую руку, тоже нашли вот здесь место, такое углубление, и на него нажали. И опять держим. Эх, чуть-чуть я опростоволосился. А опростоволосился, это значит, что волосы не убраны в пучок, не завязаны в косу. Почему в церковь надо платок одевать, чтобы не забирать энергию положительную у батюшки, да? У батюшки волосы длинные, он получает энергию и вещает. Женщина заходит, тоже получает, поэтому заберетили. Я столько вижу женщин простоволосых, которые собирают всякую дрянь в метро энергетическую и в автобусах. И почему-то сейчас это по телевизору очень серьезно, очень серьезно показывают. Вот практически все женщины у нас, девушки в основном, ну то, что у них поясница постоянно голая и даже зимой, это уже притча во языцах, как говорят. Да, то, что с волосами, я стал обращать внимание, когда стал немножко задумываться на эту тему. То есть, собирает всякую дрянь, которая болтается по метро, да? Энергетическую я имею в виду. Да, волосы красивые, блестят, с шампунем помытые. Все прекрасно. Ну вот, остановимся на этом, да? Что у вас с поясницей, если она болела? Если не болела, то легче стало, не легче, как она у вас. Если нечего сказать, мы идем дальше. Если хотя бы меня слышно, то поставьте плюсик. Если сам для себя рассказываю, ну значит, это беда. Не, не для себя, все нормально. Все нормально. Слышно плюсик. Значит, что? Ой, я так уже давил, что даже продавил. Хорошо. Теперь у нас с вами элементарно простое упражнение, которое должно было быть первым. Не легче, Маргарита? Сейчас будет совершенно легче. Просто вы не доделали, а я быстро убрал. Моя задача сейчас обозначить, потому что мы же не работаем, во-первых, в индивидуальном плане. Во-вторых, смотрите. Вот у нас поясница, меня, может быть, плохо видно, то есть мы вот так ходим обычно так. И вот теперь вместо там, где у нас поясница, мы попробуем вот эту вот часть позвоночника сюда выдвинуть, да? При этом живот втягиваем, напрягаем. Живот втягиваем и напрягаем. То есть вы сделали позвоночник вот так, вот смотрите, у меня там отключится чуть-чуть вот так сделали. И теперь напрягаем, вот живот напрягаем, 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 еще напрягаем, еще напрягаем. У вас там как бы как лук натянется, еще натянется, тянем, 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 еще тянем, еще тянем, еще тянем, 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 вот. потом отпустим и посмотрим что будет если сейчас не стало легче тогда или лектор никудышний или вы что-то не поделаете варианта 2 всегда надо свалить на кого-то если сам не можешь так 6 способов я рассказал маргарита если вы сделаете вот это я поэтому чуть расскажу больше а ну вот всем было легче а то я думал что уж совсем катастрофа кто-то попал пришел такой которому никогда легче не бывает смотрите если вы будете делать вот это вот ежедневно а вот это вот она как только у вас где-то щетом чим мы же сидим у нас по звонки их надо растянуть вот сделаете вот так еще будет легче только потянитесь хорошенько ручка в замочек хорошенько подянитесь потяните это место в этом месте посмотрите как там позванки растягивается посмотрите 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 и опять будет легче вот вот это вот эта от ситуация мы лежим здесь 5 минут вот это сам Used Для меня было вот это самое сложное. Вот здесь я делал не 20, а на ширине плеч. И вот это было для меня сложное. Говорят, что можно здесь взять и резинкой. Видно, да? Видно курсорчик мой? Как я по экрану двигаюсь? Видно. То есть вот здесь на большие пальцы надеть резинку, и тогда оно стягивается. Руки. С руками тоже было сложно. Руки надо вот так сделать. Ребра, ладони сложите, пожалуйста, вот как я сделал. Вот девочка лежит совсем неправильно. Я, к сожалению, лучше фотографии не нашел, поэтому взял эту. Так как она лежит, ничего хорошего не будет. И вот так ручки поднять вверх и положить. Вот это было для меня сложно, потому что... Ну, я же все-таки мужчина, здесь у меня как-то вот... Ну, у всех мужчин здесь мышцы, они такие скованные, их сложно было. То есть ручки взять и так поднять и положить. Вот это было для меня самое-самое сложное вот в этой ситуации. Очень хорошее упражнение, но не только занимается с пузом. Пузо у меня тоже как-то стало поменьше, кто меня видел раньше. Вот. И это я специально как кушал, так и кушаю, потому что радостей в жизни не так уж много. Не объесться, а вкусного покушать. Это две разные вещи. Итак, про биоритмы я вам напомню еще раз. Сайтик вот здесь, Луна.Инфо, да? Потому что это очень тоже важно, чтобы не... Если какая-то напасть, чтобы никуда не попасть. Это мой и на 11-е, 3-е. Я прожил 23 тысячи дней, да? И вот у меня теперь 24-е, 25-е. Надо аккуратненько сходиться. Места перехода очень серьезные. Сходятся вот здесь вот эти вот синусоиды. Мне надо быть как-то поаккуратнее. Ну, 25-го я все равно буду что-то проводить, наверное, да? 25-го среда, но тем не менее. Вот, это я никуда не выхожу. Но, видимо, если я буду себя немножко вести более вяло, значит, имейте в виду, что если кто придет, конечно, в среду. Ну вот, так, про это я сказал. Теперь нам бы надо чуть-чуть отвлечься. А как это сделать? А вот как? Давайте мы послушаем очень коротенькой работу с родом. Это коротко совсем. Вот, и дальше пойдем с вами. То есть мы уже расслабились в самом начале, а и потом мы уже в конце, я вам включу, есть такое понятие, как мантры вы знаете, молитвы вы знаете, что-то вы еще знаете, да? А вот само такое понятие, как агмы, я про них говорил, это те же мантры, только на праязыке. Тот язык, который был славянский, который был как бы до славянского, да? Когда они говорили слогово и все остальное. Ну, как там, сколько про халву не говори, то есть сейчас послушайте работу с родом, я буквально чуть работу с родом дам, а дальше потом мы перейдем, чтобы точки не все подряд гнать, чтобы у вас чуть-чуть остались. То есть мы проработали, напоминаю, вот эту точку и вот эту точку, да? Это у нас поясница почки, то, что на по, да? Две точки. А потом мы с вами поработаем над двумя точками, которые у нас с вами будут, которые у нас с вами будут для шеи и для головы. Вот. Поэтому давайте я опять ухожу. Это очень недолго. Я включаю. Здесь буквально одна минута. Все, я пойду. Ну вот. Значит, 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 значит. Шейный отдел. И смысл в том, что мы каким-то образом воздействуем на эти точки, разлокируем поток крови, делаем лучше, в те места, которые, которые вот у нас, как-то там оно все проходит. Вот. Я в это вникать не буду, как оно проходит. Наверное, мало кто знает. Или те знающие люди, они, наверное, все-таки живут в Китае и в Россию не приезжают. Вот. Я у них не учился, а я вот сейчас, у меня тут есть 5-6 атласов. И вот я по этим атласам занимаюсь. Где-то консультируюсь у тех людей, которые в курсе. Другими словами, нам нужна будет вот эта вот, вот эта вот часть. Это место. То есть на кости, там, где сухожилие, не на сама кость, а где сухожилие. Прощупайте мужчины справа, женщины слева, прощупайте, найдите болевую часть. Может, у кого-то вообще ничего не болит, и поэтому и шея хорошо крутится, и голова хорошо крутится, и все остальное. Простые практики по поводу там колец, я сегодня давать не буду. Давайте мы все-таки с точками разберемся, чтобы нижнюю часть позвоночника, верхнюю часть позвоночника, какие-то действия могли уже делать, да. Вот если нашли, то тогда вот такое движение, нашли там самое болющее место, нажали на это место, и подержали. Вот, держать будете до тех пор, пока это не уйдет боль. Опять же, можно положить. Вот, можно, можно так держать, как вам будет угодно. Подержали одну руку, и перешли на руку другую. Потому что мы еще будем заниматься на верхней части рук. Вот, здесь я вчера так надавил, что у меня до сих пор еще оно пробаливает. Ну, ничего. Ладно, знаете, как их зовут. Стахановцы нужны не всегда и не везде, но вот там будет такое, бывает такое больше страшное дело. Вот, но терпим, 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 терпим. Человек сам себя повредить не может, если он не хочет сделать харакири. Попытка юмора. Вот, продавливаем, продавливаем, продавливаем. Вот таким вот образом. Итак, мы нашли вот это вот, вот это вот место нам надо, да? И вот, тут та вот точка, которую я раньше говорил, да? Мы по ней пройдемся еще в конце. А вот эта вот точка, по которой мы двигаемся. Так, вот видите, я тут уже вон понадавливал. Ну, стахановец, куда денешься? Вот. Ну, а чтобы показать, надо же как-то. Вот я обозначил вот это дело вот здесь. Так, есть. Теперь точка будет ровно посредине. Вот плечо вот здесь. Ровно вот здесь, посредине. Она всегда болит. Вот. Так нам ее надо вот так вот подвигать. Вот мы ее найдем. Найдем, пальчик положим. И она, она всегда болючая, как правило. И она будет отдавать куда-то там. Куда-то там, по моим ощущениям, куда-то там под, вот ниже чуть лопатка отдает. Вот. Я начал с левой. Ну, ничего уж, начал и начал. Вот это вот движение. Хорошенько, хорошенько. Найдите ту боль, где болит, и там держите. Она такая, что прям очень болючая бывает. Вот. Посредине. Локоть. И вот здесь она посредине. Там еще место такое. Мышцы сходятся. Там такое место вот есть. Поделали одну руку и поделали другую. Нам сегодня надо просто понять, где она есть. Она, ну, я как-то ее уже определил для себя. Ровно посредине. Ну, линейку брать не надо. А так вот пощупать, и сразу боль появляется. Там она почему-то всегда есть. Ну, вот. Эти точки я вам показал. Теперь я жду от вас... Мои дорогие одноклубники и гости. Жду от вас вопросов. Стало ли легче, стало ли не легче. Оно должно стать легче, если вы додавите до конца. Вот. И потом мы включим АГМУ. И, в общем-то, будем расставаться. Поэтому давайте поговорим. Сейчас я еще пройду по тем точкам, которые я вам давал постоянно, которые я рекомендую с утра нажимать. И дальше в клубе мы будем заниматься вот этими точками. Хотел я сегодня начать с другого, но... Дедушке сказали, начни так, как начинаешь. Я хотел найти... У пучков книги есть там зубы, потому что я сейчас начал разобраться, что же у меня такое происходит с зубами. Ну, там, помните, мы говорили, что анамнез, папа-мама и прочее, прочее, прочее. Я вспоминаю, что у папы в это время тоже были проблемы. Вот. Я хотел начать. Какой диагностика по зубам? Если проблемы с зубами, то какой это орган, да? Вот. Ну, теперь уже до следующего раза, да? Вот. И вот про это мы с вами будем общаться. Где, чего, куда и как, да? Копчик, не копчик. Как, куда надавить, что поделать и прочее, прочее. Вот это я думаю, что если вы не возражаете, то мы, если будут вопросы, никто нам не мешает, потому что мы же не завтра расстаемся. Никто нам не мешает вернуться к чакрам. Но я думаю, что с индусами мы закончили, имеется в виду, с чакрами. У вас есть полный переч, я считаю, что полный, если вы считаете нет, напишите нет, и что добавить. Но я считаю, что я дал полную информацию по чакрам, чтобы вы могли самостоятельно слушать. Начинаем мы с красной, снизу, и так далее, и так далее. Я специально не называю индусские названия, потому что я их не знаю, потому что так проще всем. Хотя, если хотите, давайте выучим и будем говорить научным языком. Да, в смысле, не научным, а как принято. Так. Меня слышно? Друзья, я не пропал никуда? Не пропал. Вопросов нет. Значит, тогда... Тогда мы с вами делаем вот что. Представляем, я не буду развиваться и ноги поднимать выше на стол, класть, да, но представили, что это у нас ступня, что вот это пальцы, но они не такие на ноге длинные, да, и берем вот от сих до сих, две трети снизу, треть, треть сверху, да, там такое углубление, такая точка. Вам эту ногу можно взять, можно взять шарик, можно взять пальчик, вот так. Это я напоминаю, вы все уже знаете. И понажимать на нее. Точка номер два. Вторая точка, это если положить руки на колени, я напоминаю, потому что это уже давно-давно-давно-давно сразу мы делали, положить руки на колени, то под безымянным пальцем находится точка, которую она называется сто... А, пардон, забыл. Над щиколоткой ставим четыре пальчика, там точка, да, начинаем ее массировать. Дальше это то, что мы обычно делаем с утра, если у нас есть время, да, потом если поднять, если ноги поставить и поднять вверх ступни, то вот и опустить руки вниз, то там эта точка обнаруживается хорошо, там как раз мышцы по внешней, внешняя сторона ноги, вниз от колена, там как раз сходятся все мышцы. Вот это вот точка. Мы по часовой стрелке крутим, чем дольше крутим, тем лучше. 10-15 минут ее бы надо в день покрутить, да. Есть такое дело. Дальше то, что я предлагал вам, сделал руки в кулачок, но не сжаты, да, и постояли мы вот здесь и просто постучали, как руки опустились, да, вот, встали и постучали. Сколько? Ну, хотя бы раз в 40 постучать, да. Дальше мы переходим с нижней частью мы закончили, если с утра вот руку взяли, вот эта вот точка, да, вот бугорочек появился, на бугорочке покрутили, на одной руке, на другой. Три пальчика, три пальчика, вот, так как-то, три пальчика, вот сгиба, точка вот здесь. Можно проще поделать, вот так постучать или потереть, да. Это я уже рассказывал. И здесь вот точка, вот здесь вот вместе, да, здесь мы ее тоже прожимаем, вместо сгиба локтя, локтя, да. Все, не все. Сегодня утром, помните, я рассказывал, что давайте мы будем крутить по часовой стрелке три нижней чакры, потом среднюю, и потом верхнюю. А я вам предлагаю, давайте до следующего раза покрутим восьмерку. У нас три чакры внизу, да, солнечное, пупок, и основание там, да, и три чакры вот здесь, здесь и две вот здесь, вот, да, ладолели, да. Одна вот здесь, ладолели, расстояние на, вот даже если так, то расстояние, вот самое большое расстояние нашей руки, вот этой растопыренной, да, пальцев у нас попадает на наши чакры. Это мы тоже знаем, да. Отлично. Так вот, попробуйте крутить восьмерку. И здесь то же самое. Раз, вот, у нас одна чакра, другая и другая. Давайте я покажу на голове, например, или у себя вот здесь. То есть мы крутим восьмерку туда, сюда, сюда, туда, туда, сюда, туда, сюда, туда, сюда. Я понимаю, что женщинам как-то будет несколько сложнее, но вот как-то попробуйте. Вот. И также здесь начинаем с середины, там где пупок, вверх, вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Вот такое мне пришло. Это вот это вот, то, что говорится, психографика, да, то есть вот этот контакт, он как-то случается, и бывает, что случается не тогда, когда ты сел. Не, по просьбе, но без вопроса. Вот я заметил такие статьи иногда, витиеватые, получается, что сам бы я их никогда бы не придумал. Ну, так получается. Слава Богу, научился. Вот такая вот мысль. Попробовать делать эту бесконечность на все чакры и посмотреть, как эти у нас, помните, котлы силы, у нас котел силы, любви и, чего, котел разума, и разума, да, разума, любви и силы. И мне как-то казалось, что, а когда вот сейчас включились две чакры, которые нам давали предки, то везде по три, и получается, слава Богу, хорошо. Ну вот, мы не будем трогать вот эту, которая здесь и выше, туда нам залезать не надо, три девятые царства и все остальное. Кстати, мне тут сказали, что сегодня 22 число, 40 сороков и жаворонки. Это так у белорусов отмечают, наверное. Вы не в курсе, что это такое? Я не в курсе, жаворонки или 40 сороков? Даже мне прислали тут какую-то... Никто не знает? Ну, значит, не знает. Хорошо. Тогда я буду сейчас включать вам... Вам и нам... Нет, я не буду сейчас включать никому ничего. Я сейчас... Давайте мы расслабимся коротенько. Дождемся. коротенько расслабимся. Знания из головы распределим, куда мы обычно это все по телу. Сейчас я вот... Сейчас кто-то пока пишет. Может быть, какой-то будет вопрос, а я начну расслабление. Это будет неправильно. Вот. Сейчас мы дождемся, потому что задержка-то у нас до 30 секунд достигает, а просто так я, наверное, все, что хотел, все рассказал на сегодня. Да. Значит, кто хотел что-то написать, тот написал. Вот. Значит, мы сейчас будем слушать прагмы. Давайте я тогда более плотно, там и дня не хватит, поэтому я более плотно... Поверьте мне, что это очень неплохо воздействует. Очень неплохо. это какие-то двух... У нас были звуки га, там, на, ра, га, там, ма, на, ра, га и так далее, и так далее. То есть люди же в процессе развития говорили слогами, да? А потом пришли немцы и сказали, это неправильно должно быть приставка, корень и прочее, прочее, прочее. Вот. Ну, это когда им язык делали, то так, а нам, когда язык давали, то это было по-другому. Давайте мы сейчас сядем поудобнее. Уберем прямой угол в ногах, там, где в области колен. Попробую ноги вытянуть. Положили ручки на кресло, на бедра, так, чтобы полностью постараться быть расслабленной. При этом делаем полный вдох, полный выдох, полный вдох, полный выдох, полный выдох, расслабили ступни, пальцы ног, кисти, пальцы рук, ноги до колен, руки до локтей, руки до локтей, колени, локти, руки до плеч, бедра, шею, голову, голову, верхнюю губу, нижнюю губу, нижнюю губу, все тело целиком. Посмотрели, просканировали тело, просканировали тело снизу вверх, сверху вниз, посмотрели те места, где что-то тянет, расслабили эти места. мы за это время час-полтора наполнили свою голову какими-то знаниями, частично новыми, частично те, которые мы знали. Так вот, пусть те знания, которые были новыми, они найдут место в теле и расположатся там, вытекая из головы, то есть мы смотрим, как из головы вытекает, наблюдает, мы наблюдаем за тем, как это все вытекает, как проходит по телу и куда-то, где-то располагается. При этом позволим, мы не делаем выводы то, что нам надо и то, что нам не надо. Пускай то, что нам не надо, через ступни вытечет в центр земли, у нас из ступней выделяются корни, они заходят глубоко в землю, вплоть до центра земли, и все, что не нужно, пусть сразу минует и улетит. А все, что нужно, останется. При этом не мы выбираем, а оно само как-то так выбирается. Посидели, понаблюдали, голова становится легче, в теле что-то наполняется, но это не тяжело, это все нормально, все обычно, тело нисколько не потяжелело, нигде ни какой-то спазм не появился, просто где-то что-то распределилось. Еще несколько мгновений понаблюдали за всем этим процессом, из головы все это вышло, голова легкая, тело легкое, вам легко, приятно, интересно, вы можете продолжать дальше жить. Вдохнули, выдохнули, ну вот, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, если нет вообще вопросов никаких, то тогда можно одеть наушники, можно не одеть наушники, но как правило я слушаю это дело в наушниках, эффект лучше, если первый раз, чтобы привыкнуть, все-таки это что-то необычное, ну давайте тогда вы это сделаете без наушников, чтобы нам не попасть, ни в какие-то, потому что только-только нам полегчало, мы опять будем себя, короче говоря, в пятницу, которая была средой, я отдавал 7 моментов, в записи этих моментов, есть все практики, там, которые я давал, это психологические, никакого отношения к эзотерике и всему остальному, они не имеют, потому что это взяты психологами, поэтому, если будет у вас ощущение, что это похоже на парапсихологию, эзотерику, то это только похоже, то есть, это я, у меня такая шутка, сейчас идет война за рынок, и психологи пытаются опорочить парапсихологов, и получают обратную реакцию, как правило, парапсихологи и эзотерики на клинических психологов с дипломами не замахиваются, то есть, они делают свое дело и делают, вот, а этим, эти люди, они более агрессивны, я работаю с теми и с теми, потому что имею и государственные дипломы, и сертификаты от парапсихологов и эзотериков, поэтому я и там, и там, и там, и принимаю всех в этом мире, все живут и так и должны жить, вот, там было две притчи, которые мне нравятся, которые принято рассказывать в кругу психологов, вот, поэтому, если человек не готов, это когда про Зевса с Герой, а если, если, как нам в жизни, кто помогает, и про Стилус, это там про лягушку, да, вот, ну, собственно, все, если у вас нет вопросов, благодарю за то, что вы меня послушали, потратили на меня свое время, надеюсь, что это было не зря, вот, мне это было полезно, я получил какой-то опыт, лишний раз не бывает рассказов, да, я подготовился, что-то, 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 может быть, упустил, я потом посмотрю, но если я это упустил, то мы не последний раз встречаемся здесь в клубе, вот, если вы, вам что-то нужно, то есть материалы я выложу в скайп-группу, вот, как вы ими будете пользоваться, это на ваше усмотрение, и так, спасибо вам, всего вам доброго, до свидания, вот эта вот практика очень классная, ну, и талая вода, вообще, работа с водой, это великое действие, потому что мы, я тут слушал одного специалиста, который сертифицированный преподаватель, я ничего не имею против, по методике бутейка, да, хорошая методика, работает, каждый, каждый, как бы за свое, но когда он начал рассказывать про то, что воду надо пить как можно меньше, после этого он мне стал неинтересен, вот, если вы его где-то встретите, и он будет говорить, что воды надо пить меньше, ну, я не знаю, дело ваше, можете слушать и дальше, то есть, если человек в каком-то моменте может ошибаться, в другом, может и нет, но с водой, я не призываю вас, извините, становиться водохлебами, но попить воды с утра до того, как вы будете кушать, это все промоется, да, а с 15 включается, общеизвестно, включаются почки, водички надо почкам дать, добавить, тоже промыть, да, и обычно мы кушаем, где-то там, в 12 в час, и все, что мы съели, если это мы не наелись тяжелого шашлыка, там, вкусного, но тяжелого шашлыка, вот, который там 4 часа варится, в любом случае, в 15 часов, если мы в 12 покушали, в 15, у нас уже желудок более-менее свободен, то есть, мы не будем мешать пищеварению и разбавлять все, что там переваривается водой, а мы просто уже взяли водичку, желудок у нас освобожден, потому что все поехало дальше по дороге, куда и там на выход, да, все, что не это самое, не образовалось, и не растворилось, не взялось, да, хотя это же всасывание пищи идет в кишечнике, это мы тоже не буду умничать, да, и вы тогда выпиваете водичку, и водичка опять расходится, опять где-то там что-то промывается, и пошло-пошло, и если, если будете пить перекись, то еще раз, немножечко капелек на 100-150 грамм водички, перед едой, до, до еды за 25-30 минут, тоже очень полезное занятие, мне помогает, хотя немножко здесь что-то в горле першит, но это, я так понимаю, что у меня-то эта чакра, еще не отработана, потому что я с ней работаю, вот, и там что-то такое, да, ну вот, всего доброго, до свидания, я включаю, а сам выключаюсь.